Метро Потому что она очень важна, мы приезжаем в какой-то город, а если он большой, то там по-любому будет метро, а в данном случае мы говорим про Париж. Итак, метро, вы подходите к кассе и хотите купить билет на одну поездку или на две поездки, да, и вы спрашиваете, точнее, спрашиваете, да, и говорите, je voudrais un ticket. Повторяем, je voudrais un ticket. Если вы хотите взять сразу же там на две, на три поездки, давайте потренируемся, то это говорится так. Je voudrais deux tickets. Повторяем, je voudrais deux tickets. Ну и так далее, три, четыре. Ну и сразу же вам необходимо книжечку из десяти билетов, да, то есть у них продаются. Je voudrais un carnet de dix tickets. Je voudrais un carnet de dix tickets. Je voudrais un carnet de dix tickets. Отлично. Я хотел бы приобрести туристический билет. Ну, это, наверное, может быть на дальние какие-то поездки, да. Повторяем. Je voudrais un ticket de dix tickets. Молодцы. Ну и самый святой вопрос, да, везде, не только в метро. Сколько это будет стоить? КОМБИЕН СА ВА КУТЕЙ. Произносим. КОМБИЕН СА ВА КУТЕЙ. И еще разочек. КОМБИЕН СА ВА КУТЕЙ. Молодцы. У вас есть, ну, карта метро или план метро, да? Это можно спросить, в принципе, и у туристов таких же, и, наверное, в кассе наверняка. АВЕ ВУ ЛЕ ПЛАН ДО МЕТРО? Повторяем. АВЕ ВУ ЛЕ ПЛАН ДО МЕТРО? АВЕ ВУ ЛЕ ПЛАН ДО МЕТРО? АВЕ ВУ ЛЕ ПЛАН ДО МЕТРО? И давайте вместе. АВЕ ВУ ЛЕ ПЛАН ДО МЕТРО? Следующее. Как доехать до станции Пегаль? Я брала станции настоящие из парижского метро. Есть такая станция. Кто путешествовал в Париж, то меня поймет. А кто нет, то пора. Как доехать до станции Пегаль, да? КОМАН ТАЛЕ ЖУСКА ЛА СТАСЬЁН ПЕГАЛЬ? Давайте медленно произнесем и вместе. КОМАН ТАЛЕ ЖУСКА ЛА СТАСЬЁН ПЕГАЛЬ? И вместе. КОМАН ТАЛЕ ЖУСКА ЛА СТАСЬЁН ПЕГАЛЬ? Молодцы и побыстрее. КОМАН ТАЛЕ ЖУСКА ЛА СТАСЬЁН ПЕГАЛЬ? ПРЕВОСХОДНО. Вы должны доехать до станции Вольтер. Ну, это, в принципе, два разных направления, но Вольтер тоже есть такая станция. И ветка там, по-моему, Салатова, если мне не, как сказать, если не забыла я. Значит, ВУ ДЕВЕЙ АЛЕ ЖУСКА ЛА СТАСЬЁН ПЕГАЛЬ? Произносим. ВУ ДЕВЕЙ АЛЕ ЖУСКА ЛА СТАСЬЁН ПЕГАЛЬ? И вместе. ВУ ДЕВЕЙ АЛЕ ЖУСКА ЛА СТАСЬЁН ПЕГАЛЬ? Отлично. На какой станции нужно делать пересадку? То есть вы едете, да, вы не знаете, вам, например, надо доехать до Эйфелию башни, а там постоянно надо будет делать какие-то пересадки, потому что там на Эйфелию башни посмотреть Нотр-Дам или еще какие-то вот такие достопримечательности, я опять говорю про Париж, да, то нам надо узнать, на какой станции надо делать пересадку. А кейл Э СТАСЬЁН ФОТ ЛА ПРАНДРЕ ЛА КОРЕСПОНДАННСЬ? И помедленней. А кейл Э СТАСЬЁН ФОТ ЛА ПРАНДРЕ ЛА КОРЕСПОНДАНСЬ? И вместе попытаемся, да, Фот-си-ля, пра-андра, ла корреспонданс. Корреспонданс это еще как слово переписка, значит, что-то переделанное, да, пересадка. Нужно сделать пересадку на станции Сталинград. Да-да-да, кто не ездил в Париж, сейчас скажут, ничего себе, какой Сталинград. Есть такая станция, сама удивлялась, когда я путешествовала в парижском метро, видела станцию Сталинград. И она так еще произносится очень красиво, мне прям очень нравится. Так что вот так, надо сделать пересадку на станции Сталинград. Il faut, это надо, да, чтобы вы не думали, что или это он, да. Il faut, оборот, это надо. Il faut prendre la correspondance à la station Сталинград. Поехали. Il faut prendre la correspondance à la station Сталинград. И вместе со мной. Il faut prendre la correspondance à la station Сталинград. Молодцы. На какой станции надо выходить, да, то есть непонятно, где выйти, да, вот вы подходите, да, к тому же парижанину, да, и спрашиваете, где мне вот нужно выйти, чтобы прям там увидеть Эпелеу башню. И прям коротко и ясно. А quelle station faut-il descendre? Произносим вместе. А quelle station faut-il descendre? А quelle station faut-il descendre? Молодцы. Мы уже в метро, да, едем, едем, и тут очень много народу. Как же нам сказать грамотно, да, как вы, выходите или нет? И мы говорим, вы descendre? Вместе со мной. Вы descendre? И еще разочек. Вы descendre? И все. Да, он отвечает, я выхожу на этой станции или не выхожу, да, допустим. И тогда он вас пропускает, и вы проходите дальше. Oui, je descend à cette station. Да не читается, когда мы говорим, что это я. Oui, je descend à cette station. И еще разочек. Oui, je descend à cette station. Молодцы. Где выход в городу, да, выход в город, да, точнее, вот нам надо срочно попасть на какой, ну, выйти в город, да, то мы спрашиваем. Où elle sorti ver la villa? И вместе со мной. Où elle sorti ver la villa? И еще разочек. Où elle sorti ver la villa? Молодцы. И нам отвечает. Поверните налево, ну, допустим, да, направо, но это, может быть, и не связано, а, ну, или связано, когда мы выходим в город. Поверните налево, направо, воспользуйтесь эскалатором, да. Tourner à gauche. À droite. Prener l'escalier roulette. Давайте вместе и помедленней. Tourner. Немножко опечаталась здесь буква N, а не H. Tourner à gauche. À droite. Prener l'escalier roulette. И вместе. Tourner à gauche. À droite. Prener l'escalier roulette. Надеюсь, у вас есть микрофон для занятий, да, потому что вы уже должны себя слушать, вы уже должны понимать, как произносится все. Далее. Вы должны, что получается, сделать пересадку на этой станции. Vous devez changer à cette station. Произносим. Vous devez changer à cette station. Vous devez changer à cette station. Это конечная остановка. Важный момент. Вы едете, вы не знаете, где он останавливается, да, и объявляет, как сказать, громкоговорительную, или... C'est le terminus. C'est читается. C'est le terminus. Произносим. C'est le terminus. И быстрее. C'est le terminus. Молодцы. Самое важное, да, где-то можно прочитать или на билете это пишут. Сохраняйте ваш билет до конца поездки, да, или храните. И вместе со мной, быстренько. Conservez votre ticket de transport jusqu'à la sortie. Превосходно. Ну и небольшие дополнения, чтобы вы понимали, да. Выход это sortie. Произносим. Сойти. Дальше. Пересадка. Да, там будет написано. Correspondence. Произносим. Correspondence. Поехали. Correspondence. Ну и, конечно же, эскалатор, да. Идти нам куда. Escalier roulana. Escalier roulana. Escalier roulana. Так, держитесь правой стороны. Ну это когда, наверное, мы едем на эскалатор, я так думаю, да. Тене votre droite. Тене votre droite. Тене votre droite. Спасибо за внимание. Вот такой вот у нас мини-урок, да, немного. Я решила сделать пока больше уклон на разговорную лексику, чтобы она была, как сказать, правильно, создана для вас специально. Но ваши комментарии мне очень всегда нравятся. И то, что вы отвечаете, ваше мнение очень для меня важно. И, конечно, я буду все-таки внедрять грамматику образования, например, таких вот важных моментов, как постановка вопроса во французском языке, что такое инверсия во французском языке, что там, если мы отвечаем, да, это прямой порядок слов, а если мы задаем вопрос, то обратный порядок слов. Важные моменты, которые необходимо понять, необходимо получить. И я рада, что вы со мной. Почему? И еще я старалась сделать презентацию немножечко летней. Вы видите тут бабочки. Ну, понятно, что все-таки хочется все равно лета. Осень, она такая тоже чудесная пора. Возможно, надо было подобрать и другой дизайн. Но я решила, пока еще сентябрь теплый, немножечко нас греет, подобрать вот такой вот замечательный дизайн. Надеюсь, у вас поднялось настроение от такого урока. Я старалась, думаю, метро, метро. Там никто, не все любят метро, да. Я решила сделать этот урок таким вот радостным, веселым, и чтобы, конечно, поднять вам настроение, и чтобы вы еще больше хотели изучать французский язык с нами. Для тех, кто опять недавно подписался на нашу рассылку, получил первый раз наше письмо, ну, мое, точнее, письмо, и увидел этот урок. То хочу сказать, что каждое воскресенье у нас уроки по французскому языку. В утреннее время вы получаете письмо, и там будет урок специально для вас. Ну что же, спасибо вам. Всех вас очень люблю. Всем передаю привет. Буду рада вашим комментариям. Ну что же, пока-пока. Или просто au revoir. Субтитры сделал DimaTorzok